Ребята Сахалина стали чемпионами мира. Лучшие из лучших. Два островных школьника стали чемпионами мира по Савату. Сахалинские школьники стали чемпионами мира по Савату. Артем Полютов и Максим Вершинин вернулись на остров из Будапешта с золотыми медалями. Ранее юные спортсмены выиграли региональные и всероссийские состязания. Наша съемочная группа встретила ребят в аэропорту. Друзья, родные и учителя. Встретить юных чемпионов мира по Савату приехали самые близкие. С раннего утра группа поддержки в Южно-Сахалинском аэропорту подготовила плакаты с приветственными лозунгами. Всеобщую гордость за ребят видно невооруженным глазом. Сказать, что эмоции зашкаливают, ни о чем не сказать, потому что это такое событие. Ребята Сахалина стали чемпионом мира, выступали за сборную России. Это очень почетно, это ответственно, ну очень волнительно. Конечно, ну, наверное, счастье. Спортсмены показали себя в Будапеште в полной мере. Там на всемирном первенстве им не оказалось равных. Тренер переживал за своих подопечных, тем не менее видел, что ребята на протяжении всего турнира все делают правильно. Как позже признались сами саватисты, тяжелее было на тренировках. При такой подготовке наставнику не составило труда привезти домой чемпионов мира. Во-первых, сават считается таким видом спорта, то есть, возможно, такое, что получить дисквалификацию, и то есть, очень многое заточено на технику. То есть, нарабатывали технику, и была, ну, есть такая возможность, выбыть, даже не доучаствовать. Потому что, если неправильно выполнять технику, можно, вас могут дисквалифицировать. То есть, три предупреждения, и будет дисквалификация. Тем не менее, в своих силах и технике сахалинские бойцы не сомневались. По словам Максима Вершинина, самым сложным оказался полуфинал. Парню попался высокий боец, но островитянин оказался шустрее и проворнее. Быстро подходил, набирал очки и так же резво отступал. Ну, честно говоря, я переигрывал своих оппонентов. В основном движение. Был быстрее и выносливее. А вот Артем Полютов не ощутил сложности на своем чемпионском пути. Бойцу помогли одержать победу ноги. В финальном поединке он старался больше работать ими. И неудивительно, раньше юноша занимался тэквондо. Тренировки даром не прошли. С шести лет я начал заниматься тэквондо. У нас было очень мало соревнований. В год соревнований два-три. И вот нас позвали на сават, на область. Я выиграл. Говорят, ты поедешь на Москву, на Россию. Выиграл Россию и позвали на первенство мира. Достижения ребят не остались незамеченными. Артема Полютова и Максима Вершинина похвалил тренер сборной России по савату. Сахалинский наставник и вовсе видит в спортсменах будущих олимпийцев. Артем Канн, Максим Махин, телекомпания ОТВ.